На очередную смену в Центр Сериус съехалось 200 школьников со всей страны. Среди учеников мартовской смены есть и особая группа с отдельным учебным планом, в ней всего 8 человек. Это лучший из лучших физиков-старшеклассников в стране. Их начали отбирать еще год назад. Первоначально список состоял из 30 претендентов. В итоге он должен уменьшиться до 5 человек. Это будет национальная сборная России, которая поедет в июле на Всемирную Олимпиаду по физике в Швейцарию. Промежуточным этапом отбора станет майская физическая олимпиада в Гонконге. Конкретно здесь на смене у школьников два больших. В среднем одно большое занятие в день по экспериментальной подготовке и одно занятие по теории. То есть это лекции, семинары. Получается где-то 4 пары занятий в день. Задачи Всемирной Олимпиады предполагают знания материала, который выходит далеко за рамки обычной школьной программы. Поэтому воспитанникам «Сириуса» сейчас предстоит узнать от преподавателей много нового. На Международной Олимпиаде в Индии была задача про атомный реактор, например. Бывают задачи на оптику, на электричество. Ну, на все темы, в общем, которые есть. Мы довольно многое уже изучили, то, что за рамками находится. То есть нам осталось только изучить квантовую механику и ядерную физику. Полезным для себя изучить что-то новое считает и школьник из Москвы Дмитрий Норкин, чтобы достойно выступить на Международной Олимпиаде. А там и до открытий недалеко. Русские школьники, они всегда были сильной командой, как на Международных Олимпиадах. Я считаю, что это, в общем, заслуга таких вот каких-то школ. То есть подготовки школьной, университетской, усиленной программы в вузах. Ну, и, собственно, это все закладывает какую-то базу для великих открытий. Занятия в Сириусе отличаются от обычных уроков. Педагог из Новосибирска Мария Юлдашева провела для школьников лекцию «Живая среда». Она наглядно рассказала о гидродинамике и гидростатике, которые раскрывают законы движения воды и равновесия жидкостей. Все в нескучной, а напротив, занимательной форме экспериментов. Хотелось показать, что физика все-таки наука экспериментальная, потому что обычно у нас все уроки физики в основном это формулы. И в школах сейчас как можно, как-то мало очень уделяют внимания эксперименту. Собственно, поэтому хотелось показывать. Физика, в первую очередь, это опыты, это прежде всего эксперимент. Очередную лекцию в Сириусе проведет Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Многим ученый знаком как многолетний автор и ведущий научно-популярной программы «Истории с будущего» с Михаилом Ковальчуком. Гелена Овсец, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ».